Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим и поговорим о том, что было за последние две недели, что же пришло в данном обновлении. Ну и конечно же поговорим о том, что, вернее, кто ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней. И поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большущее количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life и донатной валюты Star Coins. Так что, перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Да, видео по обновлению не было в течение двух недель, потому что в предыдущих обновлениях было не особо так что-либо интересное. Были добавлены продолжения в сюжете по линии духовных наездников, задания, которые сейчас находятся в самом конце сюжетки, самыми крайними. И больше ничего в этом обновлении добавлено не было. После чего неожиданно у нас в какой-то момент вышло обновление. Это вот последнее, связанное с растениями. Вы теперь, кстати, можете видеть, если вы давно не играли в Star Stable, что сейчас растения стали намного больше, если даже лен выше моего Орденса. После обновления на несколько дней были отключены то ли поломкой, то ли специально непонятно сервера Папайя Понт и Роза. Они просто не работали, поэтому большинство людей активно перешло на Блубери. И это было очень-очень неприятно, это было очень-очень тяжело, но уже в воскресенье вечером все починились, сервера вновь заработали. И с Блубери все игроки вернулись по домам на свои родные сервера. Ну а теперь давайте все-таки поговорим о том, что было добавлено на этой неделе обновления. Кто ждал, кто надеялся, что это придет как можно скорее, ликуйте. Нам добавили третий путь, вернее второй по счету. Это путь Теры, который мы все ждали, надеялись, что он будет связан растениями, и мы не прогадали. Действительно, путь Теры целиком и полностью завязан на собирательстве растений, в связи с чем разработчики обновили их немножечко текстурки, модельки, а также масштабы. Теперь вы точно заметите каждый кустик не только на карте, но и у себя под ногами. С помощью собирательства растений вы сможете крафтить разные зелья, удобрения. И теперь нам еще доступен сад, который располагается здесь же, в Элдоле. Он находится ближе к речке, вот тут на спуске. У вас есть грядки, на которых вы можете высаживать растения, какие вам захочется, каких у вас меньше всего, для того, чтобы варить разные зелья и удобрения. Чтобы посадить хотя бы одно растение, нужно собирать как раз семена. И не важно, какое растение, семена являются общими. И чтобы получить больше ресурса, можете использовать удобрения по желанию. Но есть еще один интересный факт. Если вы посадите рядом определенные растения, есть некая вероятность, что рядом с ними вырастет некий цветок магический, один из подвидов, который очень сложно достать. У меня, если честно, ни разу так ничего и не выросло. А у моих некоторых знакомых целое производство по этим мистическим растениям. Я не знаю, как у них это работает. У меня лично не получается. Здесь у нас теперь есть рабочая кладовка и два верстака. На одном из которых мы как раз можем готовить пропаленные еще нам зимой зелья и даже сено. То есть, если у вас очень много льна, и при этом вы не хотите тратить шиллинги на кормежку для ваших лошадей, вы можете самостоятельно крафтить сено. А также угощение для настроения, которое дает одну единичку, по-моему, настроения, если я не ошибаюсь. Садовый порошок для открытия сумок в лесу. И самое приятное, это баночка мудрости, которая дает некое количество опыта нашим лошадкам. Если не ошибаюсь, 100 единиц опыта. И нам обещали, что если рядом с вами стоят ваши друзья, они тоже получают опыт. К сожалению, когда мы собрались в пятерем с друзьями проверить данную функцию этого зелья, в игре оно не работало. И даже не то, что друзья, но и я не смогла получить того самого опыта. И просто так впустую использовала две баночки. Второй верстак создан исключительно для создания удобрений. Пока что у меня доступно только одно. И вот здесь как раз и нужно использовать такие цветы, как печаль друидов. Зевоцвет какой-то, еще один цветок названия, сейчас не вспомню. В общем, это очень интересно, очень классно. Растений теперь по всей карте много. Вы можете наблюдать, что не только в Вейлдоле, не только в лесу Холлов, но даже в Морланде. И в конном лагере Юрвика неподалеку от Морланда тоже теперь везде очень много растений. Собирайте. Если они вам не нужны, можете их продавать. Если нужны, приезжайте и создавайте себе зелье, чтобы прокачать вашу лошадку. Для того, чтобы собрать и прокачать, допустим, лошадь с 1 по 15 уровень, понадобится почти 2000 растений одного из видов, которые состоят в ингредиентах. А вернее сказать, почти 2000 каждого вида. Или же 300 с чем-то в итоге баночек этих самых зелий. Так что это очень-очень много, муторно и тяжело. Но если когда-нибудь вы столько накопите, знайте, вы сможете прокачать одну лошадку до 15 уровня, просто сидя и прожимая эти самые баночки. Но это же еще не все. Что добавили технического в Star Stable Online на этой неделе? Нам добавили новые настройки. Теперь они выглядят вот так. И это обновление коснулось каждой вкладки. В графике нужно теперь привыкать, где какой рычажок находится, кто за что отвечает. А также в графике нам добавили три функции. Это изменение объема графических деталей. Яркости, контрастности и насыщенности. Очень странно, очень непривычно. Вы теперь можете, не выходя из игры, сразу автоматически менять все это. Может быть вы хотите черно-белый мир, может быть вы хотите очень насыщенное ССО или менее насыщенное, менее яркое, более четкое. Все в прямом смысле в ваших руках. Хотите, можете поиграться и постоянно бегать с каким-либо эффектом, как будто бы и без решейда. Но я все-таки за базовые настройки. Они мне нравятся больше всего. Также, прилаская свою лошадку, было добавлено намного больше различных звуков при взаимодействии с лошадью. Это разные фыркания, ржания и тому подобное. Прокрутка в глобальном магазине мобильной версии стала удобнее. Если честно, не готова вам подтвердить данную новость, потому что у меня лично, когда я захожу с телефона, с планшета в Star Stable, постоянно зависает магазин. Я то вначале не могу прожимать кнопки вкладок или встать их, а как только они начинают работать, я не могу выйти из магазина. Он просто зависает и кнопка крестик перестает работать, приходится перезагружать игру. Не знаю, как это починить и чинит след вообще, но данный лаг присутствует в игре. Собственно, так же, как и автоматический переход ваших голландцев с Реси на особый аллюр и даже с шагой Манежного тоже в особый аллюр. Вот такой вот заглюченный сейчас у нас голландец. Также были доработаны вводные задания, чтобы новичкам было проще освоиться. Данную новость проверить мы не сможем, так как неизвестно, какие именно задания были переделаны. Ну а также вернулись грустные новости. Лошадки уходят на пенсию. До 27 марта у вас есть последняя возможность приобрести к себе в коллекцию фриску спортивную лошадь и просто фриску лошадь. Модельки первого поколения в общей сумме у вас выходит 6 лошадей, каждая из которых стоит 300 старкоинцев. В общей сумме 1800 СК. Так как уже после обновления в среду, 27 марта, данных лошадей больше невозможно будет приобрести на Юрвике. Это очень-очень грустно, потому что модельки данных андалузов и фризов, я считаю, это просто вся суть старого, былого ССО. Старички, я надеюсь, вы сможете хотя бы одну лошадку из данных пород, из данных мастей сохранить к себе на конюшне, как светлую память о былых временах. Конечно же, у нас будет официальное спасение данной породы, не переживайте, у Даши по нюхам с этим все в порядке, так что ждите скорейшего видео о их спасении. Ну а также напоминаю, что те, у кого есть данные лошадки в конюшне, могут не бояться. Данные лошади не пропадут из ваших дыняков. Ну а теперь, что же ждет нас на этой уже неделе. Так как из-за задержки видео обновление будет уже завтра, гоняй по лесу холов и ищи светлячков. Будем собирать все еще больше, видимо, растений и все еще больше светлячков. А вот на следующей неделе, 7 февраля, и я не могу не упомянуть, что это день моего рождения, и он выпал в этом году на обновление Star Stable Online, к нам приедут новые магические пасафины, которые обещают нам добавить также в лес холов вместе с их питомцем. Я безумно хочу приобрести их к себе в коллекцию, так как у меня всего лишь один пасафина на основном аккаунте, а их городские масти просто засели мне в душу. Ну и также будет покупка одного из этих магиков на еще один дополнительный аккаунт. Так что на этом все, это, пожалуй, все новости на сегодня, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео!